В любом случае, доброго поколения, уважаемые друзья! Студия телевидения, медиа-центр Ульяновского университета, опять занимает гостей. И сегодня гость у нас легендарный гость, которого можно представлять долго, а одновременно вообще не представлять, потому что его знает вся страна. Это Фёдор Владимирович Елененко, легендарный спортсмен, боец, которого считают непобедимым. За вами числится три победы, но как писали все спортивные ободреватели, это были не победы. Поражение, это были не поражение, это были на уровне победы. Так, Фёдор Владимирович Елененко, сегодня гость Ульяновской гость у Ленского у нас в университете. Фёдор Владимирович, у меня к вам есть несколько вопросов. Вы знаете, меня интересует, наверное, такой же степень, как аудитория. Вы, когда вы становитесь человеком знаменитым по-настоящему, а уж тем более знаменитым в спорте, за этим лежит чудовищная работа. До такой момента в вашей жизни, когда вы поняли, что надо идти все выше и выше, и выше, и что вам для этого понадобится, потому что здоровье, конечно, тяжелое, страшное, куда-то вершину, но активно на лифт. Ну, наверное, нет, у меня не было такого, чтобы я понял, что вы должны идти выше и выше, и выше. Все, что постепенно, все, что поступательно, когда было ребенком, мне хотелось стать чемпионатом города, и все постепенно, чтобы были моменты, когда я понимал, что я могу участвовать в борьбе, в борьбе, в борьбе. Я так понимаю, что все-таки основной ваш спортивный случай пошел в пройденном, мощном ряду, а также мощная ассоциация, смешанного стиля. Хотя, насколько я понимаю, вы прошли и через рынок, через эйф-эйф-эйф-эйф-эйф-эйф-эйф-эйф-эйф-эйф-эйф-эйф-эйф-эйф-эйф-эйф-эйф-эйф-эйф-эйф-эйф. Но о вашем же отзыве, вот именно, пройдем для вас проверку как может да наверно только признание пришел в прайдинг потому что в прайдинг на тот момент организации номер один и все лучшие лицы были между прайдинг и не удалось как это звездный пункт я был на тот момент чемпионатом более легкой была более мягче был более мягче став чемпионом мне вы должны быть прайдинг и сразу скажем как темы ли самые первые самые такой весорубый это Антонио Радыган-Окей за вот этот страшный бойцы фукси ну да не страшно с этим с этим образом мы хотят другой стороны дарь и гурт, хулиган я не знаю там наркотики, хулиганское поведение вот ваш бочек не знаю ну поговаривали об этом в прессе во всяком случае писали что баловался чем-то не очень популярным наповестный злой по 2003 года я уже довольно посмотрел как вы справились с хулиганом что вы за этим интересным вопросом да, Гарри Бутич на тот момент был одним из лучших бойцов один из самых известных он победил 1-2 причем победил 1-2 причем победил 2-3 и у Лего был тяжелый нокаут и тогда был 1-1 мы не бьем не 1-1 мы черный летать его пройдет ну слава богу скажем так мы подготовились мы команды произошел там с первой секунды вы подсветите в течение минуты а вот тоже известный спортсмен полицейский прозвище славный спортсмен очень сильнее насколько я понимаю с мощным и страшным ударом высоким набор с ним будет достаточно интересно я понимаю как тяжело уходить от высоких ударов ногами они опасны да потому что один одно попадание можно и все-таки вы его навязали свою манеру умение навязывать свою манеру это особая теория или после этого шкафа уже нет знаете я никогда не привязывался к определенной тактике введения боя я всегда пытался передумать оппонента и посмотреть что он может не предложить что я смогу навязать и что он может предложить ответ так то есть это шахмат обоюдная работа прежде всего как вы это не вот они в основном принимать быстрее вынесли решение люди не отличаются бойцы мысль сразу мне я раз выступал, один из лучших бойцов был, и на тот момент он, конечно, увидел, нокаутировал всех, у нас была битва, да, бой был бескомпромиссный. Это было битва, действительно, он был интересный, захватывающий и противостояние такое. Слава Богу, у нас победитель, кстати, он недавно бился, но не понимая, зачем он сейчас, конечно, выходит, это замечательный боец, у него огромная история, конечно, он всегда все равно останется одним из самых титулованных, самых интересных бойцов, но на сегодняшний день это, конечно, не тот мир, который раньше, от десяти процентов нет, там, высоко красных, нет формы, которые хотят. То есть в спорте надо вовремя уйти? Я бы сказал, да, если вы не хотите, я думаю, что за тобой следили только от твоей личной, этой личной средней нужно, это уже уровень страны, потому что когда мы с ним бились, здесь было противостояние, рвоты, привет, 70 человек рвоты, с украинцев, давались, методов и активисты, и наслаждались боятеля своих партийских садечников, это была прямая трансляция на по камню, на которые были на подразвливая по камню. Третий год это действительно будет, в своем году, не знаю как бы вы разведете, когда мы бились. пусть и висок рейтинг будет познакомь согласен с вами здесь и даже государство я не представляю как символ ухсена у страны хорошо я заканчиваю с боевой частью заканчивая последним вопросом искренне волнует вас был бой с корейским спортсменом человеком просто гигантский насколько я посмотрел по характеристикам он сантиметров 60 50 вас выше килограмм на 60-70 тяжелее то что это было визуально даже заметно вот если нам сейчас режиссер покажет тот самый финал боя там после этого опыта так вот смотрим где-то последние минуты уже идут на экране мы видим что происходит вот 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 Играет музыка. Логика, понятно, все, остановите. Вот теперь я вопрос задаю. Вот есть у каждого человека предел возможностей. Он же все равно есть. А у каждого человека есть внутреннее ощущение опасности чего-то, но все равно же это, особенно у бойца. Вот когда такая громадная махина, может быть машина, идет на вас. И вы понимаете, а побеждать надо. У меня один замечательный боец, приобретительный в такой ситуации попавший, ну там он у Широ Малаши Герия закончил бой довольно жестко, тоже в последнюю секунду. Он мне сказал, одеваться мне было некуда. Я говорил, как? Он говорит, одеваться было некуда, он меня убил. Вот такая мотивация. Вы что в этот момент испытывали, борясь с человеком, превосходящим вас физически? Ну там, по себе, не знаю, вам мазь своей. Вы помните это ощущение? Наверное, они у меня не будут. На тот момент уже для меня дошли габариты. То есть я не смотрел на габариты, я смотрел на мастерство, то, что он имеет в ринге. Габариты это, наверное, для ребенка, и для человека, который не выступал, и все-таки мне приходилось выступать в 20 разной конференции. И в какой-то момент все это входит на задний план. Единственное, я помню, что на пресс-конференции, когда мы встали рядом, в стойку, его рука оказалась рядом с моей головой. Я так, с боковым зрением, увидел, что, понимаешь, что у него кулак как раз, что на него нельзя попадать. Поэтому, сначала максимум, максимум своего знания, умения. То есть это своего рода шахматная партия? Я всегда говорю, что не должно быть нестолкованных людей, не должно быть любой, да и любой жизненной ситуации. То есть это, каждое действие должно быть продумано, а здесь для меня важнее передумать соперника. Не перебить его, не смести его с каким-то, ну, не идти в обмену, не пытаться так, чем головокрым, чем, а именно переиграть. Минимум, стараться не пропустить со мной, не на себя, 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 не на себя. Вы абсолютно право, когда сказали, что в наиболее знаковых поединках вы становитесь не столько бойцом, сколько символом страны. Ну, вспоминаем, 12-й год. Я не меру себя. Нет, нет, я, конечно, не себя лично, бойца высочайших уровней, который действительно символизирует в этот момент страну. С вами так получилось, вы достигаете того, что... Я считаю, что любой спортсмен, находящий, выступающий за сборную страны, уже является... Спасибо. Любой, кто добрался, и зачем меня интересует... Лучшие спортсмены, бежащие, представляющие в сборной страны, даже помните, понимаете, что они уже не просто передавать спортсмены. Вы представляете, не только сериалов, а и регионов, которые представляют это с тобой. Ты отвечаешь уже не только за себя и за свои медали, а уже перешел в другой разряд. Ну, хорошо, вот именно про это. Вы знаете, вот мы сегодня в кризисное время живем. Ну, так вот, Бог нам дал, живем во время перемен. Боремся по мере возможностей, но тем не менее, образование в кризисе, там, здравоохранение, в кризисе, там, они ведь, и сами знаете, достаточно сложный мировой экономический кризис, в том числе. Вот, я не специалист в этой области, но, обращаясь к людям, занимающим в спорте, я видел одну проблему. Разорвалась ментеприемственность между спортом дворовым, вот там, где мальчишки приходят, чем угодно, спортом массовым, когда мы не растим чемпионом, просто создаем условия для, как сказать, проявления чемпионов в кризисе. Я бы не сказал, что у нас нет детского спорта. Есть у нас детского спорта, и даже дети, занимающиеся, и любующие секции, и тренера, которые болеют, живут этим, любят свою работу, готовы, не знаю, не знаю, не то, чтобы ночами не спать, но отдающие полностью душу у нас. Другое дело, мне так кажется, что не пытается создать такое отношение, или нависать. То есть, не повидение. Я бы не сказал, что у нас есть кризис, если так посмотреть, мы все время живем в кризисе, это не слабо, мы не уходим, слабо, в один лет, и каждый может приносить пользу своему желанию. Спасибо. 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 Спасибо вам огромное за то, что в нашем время посетили наши студии. В нашей студии был сегодня генеральный двоец. Ильяненко. Мы поговорили о его биографии. Мы поговорили о его планах. Очень рады вашему видеть. И всего вам доброго. Желаем вам успеха. Успомните всех ваших. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.